В 2001 году при Орловском театре имени Тургенева, драматическом, набирался курс от логитмика. И мне кто-то сказал, что вот такой курс набирается, иди попробуй, у тебя есть какие-то там данные. Я тогда не понимал, что это вообще. Пошел, прошел 4 отборочных тура, потом экзамены и поступил. Брянский театр это третий уже театр, в котором я работаю. Первый был Орловский академический театр имени Ивана Сергеевича Тургенева, где я 10,5 лет проработал. А потом был Костромской камерный театр, я проработал там где-то 3 сезона, ну 3 года. И вот уже четвертый год я в Брянске. Все в совокупности складывается и режиссер, и пьеса, и роль, которую ты играешь, и именно твое мироощущение на сегодняшний день. Вот мне кажется, там много этих компонентов. Если плакать, значит плакать честно, не делать вид. Если смеяться, значит смеяться честно. Переживать то, что переживает твой персонаж, твой образ, ежесекундно, ежеминутно, и переживать это честно. Вот, наверное, вот так. Самый главный, конечно, опыт, это когда ты в моменте репетиции, лично для меня это в моменте репетиции, когда ты видишь, как твои партнеры, ну в большинстве своем старшие партнеры, мастера уже, как они работают. Театр? Конечно, театр за актером, естественно. Потому что без актера не может существовать театр вообще. Особенно драматического, русского драматического. Потому что можно придумать режиссера многое. Можно поставить пластический, светово, музыкально, во что-то там одеть, нарядить. И, может быть, это тоже неплохо. Но вот уберите это все из театра и оставьте одного актера, спектакль будет. А вот уберите актера из театра, спектакля не будет. Кому-то спектакль абсолютно не нравится, он считает, что это не театр, это не искусство. А кто-то выходит и два дня потом думает то, что он увидел. Когда искусство живое, и спектакль живой, актеры живые на сцене, тогда это заставляет и сопереживать, и чувствовать. Был такой период в жизни, когда я думал, что ну хватит уже заниматься театром, и, наверное, это не мое, для чего это все нужно. И один из моих таких важных спектаклей в жизни, это было в Костроме, и после спектакля подошла девушка, она упала, я вот клянусь вам, она упала на колени. И она сказала, спасибо вам огромное. Я поняла, как дальше жить, и со слезами на глазах. Я ей говорю, встаньте, встаньте, ну зачем? И подходит ее мама и говорит, она, у нее была какая-то несчастная любовь, и она хотела, ну, там, до суицида доходила. И она после этого, я благодаря вам, спасибо, я поняла, как мне жить дальше. И вот понимаете, и для меня, ну, я ответил себе на этот вопрос, что все-таки нужно, нужно то, чем я занимаюсь. Хотя бы даже если вот один человек этот в моей жизни был, и я смог как-то через вот искусство театра помочь этому человеку, ну, это дорогого стоит. Субтитры создавал DimaTorzok